Эта тема неоднозначна, и сегодня многие либералы пользуются именно вопросом отношения к немкам, чтобы показать весь ужас, который принесла Красная Армия в Германию. Но давайте разберемся. То, что творили захватчики на территории Советского Союза, общеизвестно. Вот одно из воспоминаний сына-ветерана. У папы очень много описаний, где уничтожали деревни, вплоть до детей, уничтожали маленьких детей еврейской национальности, даже годовалых, двухгодовалых. И это не в течение какого-то времени, это годы. Люди шли и это видели. И шли они с одной целью – мстить и убивать. Что можно было ждать от солдата, семью которого заживо сожгли? Цветов и поцелуев в руку? Но на самом деле, несмотря на то, что случаи были разные, ни в коем случае нельзя заявлять о том, что якобы чуть ли не вся армия старательно насиловала бедных и несчастных немок. На, как сейчас модно говорить, законодательном уровне насилия в отношении гражданского населения было запрещено. Из приказа Сталина от 19 января 1945 года. Офицеры и красноармейцы. Мы идем в страну противника. Каждый должен хранить самообладание. Каждый должен быть храбрым. Оставшееся население на завоеванных областях, независимо от того, немец ли, чех ли, поляк ли, не должно подвергаться насилию. Виновные будут наказаны по законам военного времени. На завоеванной территории не позволяются половые связи с женским полом. За насилие и изнасилование виновные будут расстреляны. Да, действительно, иногда всплывают и факты насилия. Например, Ингиборг Булурт, актриса, рассказала такой случай. «Неожиданно я увидела двух русских, направивших на меня пистолеты», — говорит она. «Один из них заставил меня раздеться и изнасиловал меня. Потом они поменялись местами, и меня изнасиловал другой. Я думала, что умру, что они меня убьют». Она пошла жаловаться офицеру, который спустился в подвал и стал солдата отчитывать. А тот ответил, «О чем ты говоришь?» «Посмотри, что немцы сделали с нашими женщинами!» — кричит он. «Они взяли мою сестру и...» Кто-то сегодня уже договорился чуть ли не до миллиона изнасилованных немок. Правда, странная деталь. Об изнасилованиях говорят больше всего в Западной Германии, а не в Восточной. Почему? Причин здесь две. Первая — это пропаганда вермахта. Еще задолго до того, как Красная Армия вошла в Германию, перепуганным бюргерам рассказывали, что солдаты Красной Армии поедают маленьких детей и насилуют все, включая домашний скот. В общем, геббельсовская пропаганда работала на полную катушку. Разумеется, там ничего общего с реальностью и близко не было. И вот доказательства. 2 марта 1945 года в своем дневнике министр пропаганды Третьего Рейха Йозеф Геббельс писал «Фактически, в лице советских солдат мы имеем дело со степными подонками. Прежде всего, следует упомянуть об ужасных документах, поступивших из Верхней Силезии. В отдельных деревнях и городах бесчисленным изнасилованием подверглись все женщины от 10 до 70 лет. Кажется, что это делается по приказу сверху. Вы скажете, что министр пропаганды просто озвучил правдивые донесения? Нет, друзья. Оказывается, что даже в своем дневнике Геббельс врал. Для чего? После войны помощник рейхскомиссара Геббельса, доктор Вернер Науман, признался Наша пропаганда относительно русских и того, что населению следует ожидать от них в Берлине, была так успешна, что мы довели берлинцев до состояния крайнего ужаса. Немецкое население давно было психологически подготовлено к образу по-звериному жестокого недочеловека и готово было поверить в любые преступления Красной Армии. Далее, опять же, исторический факт. Многие немки сами предлагали себя солдатам. Кстати, вот воспоминания одного солдата-переводчика. Зашли в какой-то немецкий город, разместились в домах. Появляется фрау, лет сорока пяти, и спрашивает гера-коменданта. Привели ее к Марченко. Она заявляет, что является ответственной по кварталу и собрала двадцать немецких женщин для обслуживания русских солдат. Марченко немецкий язык понимал, а стоявшему рядом со мной замполиту Долгобородову я перевел смысл сказанного немкой. Немку покрыли матом и выгнали. Наконец, нынешние либералы забывают и о том, что немки предлагали себя и взамен за продукты питания. Дико? Нет. Наших женщин насиловали просто так, и хорошо, если после этого не убивали. И, между прочим, советская власть жестко наказывала всех, кто был пойман и запятнал себя подобным. Вот несколько примеров. 26-я стрелковая дивизия. Донесение от 7 марта 1945 года. В 103-м стрелковом полку офицер Дрост организовал групповое насилие над немкой. Он был привлечен к суду военного трибунала и осужден на 7 лет. Донесение от 11 марта 1945 года. Младший лейтенант Якунин, командир пулеметного расчета 1716-го зенитного артполка, получил задание отправиться в населенный пункт для заготовки мяса. Вместо выполнения задания Якунин занялся барахольством, в пьяном состоянии изнасиловал двух немок, а после этого из своего автомата застрелил шесть человек. 30 марта 1945 года Якунин исключен из кандидатов в члены ВКПБ за пьянство и самочинный расстрел немецкой семьи судом военного трибунала, осужден и приговорен к десяти годам лишения свободы по статье 136, часть 2 и 163, часть 2 Уголовного кодекса РСФСР. 185-я стрелковая дивизия. Сержант Гринков, находясь в состоянии опьянения, в ночь с 14 на 15 апреля 1945 года зашел в дом к местной жительнице Доменяк-Левкадии и совершил половой акт. На основании статьи 153, часть 2 Уголовного кодекса РСФСР, Гринков приговорен к восьми годам лишения свободы. Кроме того, многие офицеры расстреливали преступников на месте по законам военного времени. За факты мародерства и насилия против мирного населения приговоры часто выносились быстро и незамедлительно, о чем свидетельствует отчет военного прокурора Первого Белорусского фронта за период с 22 апреля по 5 мая 1945 года. По семи армиям фронта на 908 с половиной тысячи человек зафиксировано 124 преступления, из которых 72 изнасилования. Обратите внимание, на миллион солдат совершено 72 изнасилования. Вы скажете, что это только зафиксировано, ведь не все заявляли. Не все. Но и массового, как сейчас пытаются нас убедить насилия, не было тоже. Разговоры о том, что наши солдаты изнасиловали миллионы немок – гнусная ложь.